в Европе и так далее, но никому из нас не понравился выбор порядка колод от Юлсика. Вот каждый раз Юлсик влипал до себя на плохие матчи. Причем он мог брать колоду лучше, вариантов было как минимум три. И каждый раз Юлсик попадал до себя на невыгодное противостояние. Ну и пока что видим, что под запретом у нас Войер и Маг. Да, и конверт. Интересное кстати заклинание, друзья. Берем карту оппонента. И копию этой карты кладем себе в руку. Почти что погребение, только карту со стола не убираем. Почти, почти. А потом еще нужно разыграть это существование. Интересный разбойник от игрока из Гонконга. Агророга. Да, агророга. Водяная рога, waterrog, как ее называют на английском языке. Это рога на мурлоках. И, конечно, ключевой картой в этой колоде является Финджи. Мурлинзя. Мурлинзя. 2-4, который выходит в маскировке и если убивает вражеское существо, призывает на стол двух рандомных мурлоков из колоды. Раскопочка историк приносит для Паула Алекстраза. Да, не слишком ли тяжелая карта. Но тут скорее Алекстраза берется не как вариант агрессии, а как вариант обороны. Третий ход. Как вам сейчас темпа ШРУ? Бэк ШРУ? Без бэка просто ШРУ. Ну как-то не по духу колоды, что ли? А если мы сейчас отдадим бэк, что мы потом будем делать с провокациями? Напомним, друзья, что ошеломления, например, в этой колоде нет. Агрессивный разбойник играет, да, играет только через давление. Ну вот, черт его знает. Но я бы все-таки бэк не отдавал. Как по мне, это слишком важная карта. Думаю, что именно Агент Тэм сейчас будет наилучшим решением. Рука выглядит очень паршиво. У Сиг. У Павла в этом плане все поинтереснее. Есть продолжение. Играет пройдоха. Смотрим, что он принесет. Приносит он Резурект. Можем возродить еще одну пиратику 1-1. Да, так и единичек. Они организуют себе маленький пивнушка у них будет, видишь, они с кубками. Удар и смена клинков. Ну нет, не появится у нас мини-тартуга тут на столе. Остается пока почивать где-то в землях мертвых пират пройдоха. А на столе появляется сумречный страж 3-6 и историк добивает пирата пройдоху. Вот это хороший топ-дек. Лучше ливый рыцарь. Ну, немножко, опять же, не в ману, но это лучше, чем ничего. Зато следующий ход. Посмотрите, какой классный сенсей. Бафаем ниндзю, через удар в спину забираем провокацию. Главное, чтобы эта провокация не получила плюс к здоровью. На это сейчас должен надеяться и улсик, но, видимо, уже, что Павел прям целится и жрец и попадает. Рука не дрогнула самый ответственный момент. И вот что делать с стражем 3-9 это уже вопрос не из простых. Пока что все хорошо для игрока из России. Все отлично. Приходит потрошение. Возможно, с помощью этого заклинания как-то получится перевернуть ситуацию. Хотя стол очень сильно выглядит уже у Павла и у него есть продолжение в дальнейшем. Видимо, защитника Аргуса. Видимо, что Павел как всегда сконцентрирован у него. Покер фейс. Он на спину улетает в стражер. Ну, можно, можно разобраться с этим драконом через потрошение. Похоже, что так и будет действовать. Я думаю, что не будем выводить из маскировки у нас. Ниндзя расстреляцом добьем. Хороший ход. Вот Йолсика шикарное продолжение в виде Аргуса или Лазурного дракона. Вот это, кстати, тоже вариант. Но... Но-но-но. Ну, давайте думать, какой шестой ход мы ждем от Разбойника. Это Лазурный дракон, но из пятой шестой хода это тот же Финджи. Ну, по сути-то и все, наверное. Ну, такие ключевые дропы. Ну, Сенсей Сенсей тоже может как-то изменить ситуацию на игровой доске. А как вообще вариант, Александр, один ход подождать и сыграть через обилку? Выставить на стол драконьего посланника и малым исцелением вернуть Жрецок Когти из Кабала 3 единицы здоровья. Мне этот ход нравится. Он больше создает опции на столе, а больше давит на стол. Ну, и плюс мы сейвим Аргуса. Ну, то есть больше целей под Аргуса в дальнейшем. Да, судя по всему, Павлу тоже нравится этот вариант. Азурный дракон остается в руке. играет экономно в плане траты ресурсов. Эдвин Ван Клифф. Эдвин Ван Клифф. Ну, максимум, что можно придумать это статы 4-4. Все очень слабо. Ну, давайте смотреть, что тут можно придумывать со стороны разбойника. Но Сенсей, Размен и Разурект. Воскрешение. Надеемся, что вернется агент. даже, наверное, все-таки удар по историку и смена обилки. На следующий уже будем играть через Воскрешение. Будет больше существ, которые мы хотим, чтобы вернулись и под них уже Ван Клиффа 6-6. Как по мне, это ход будет сильнее. Конверт будет на Жреца Когтей с Кабала. Вот так. Кстати, интересный ход. Тоже. Тоже сильно. И продолжение теперь уже выглядит пожестче. Кольцо Света. Здесь нужно играть Аргус и хилить Жреца Когтей с Кабала. Согласен. Находить Размен. Кого хотим менять? Тут, по сути, мы отыгрываем отчет Шедоу Степа только. Да, и Шедоу Степ будет для нас хуже, если вернется, если сейчас разменяют Дракона и вернется Молчаливый Рыцарь. Да, согласен. Поэтому думаю, что Молчаливый Рыцарь нужно забирать, играть от Шедоу Степа абсолютно полностью с вами согласен, Александр. Павел вообще в контратаку в лицо. Видали мы уже такое в партии перед этим. Правда, там был немножко другой концепт Разбойника. Хорошо. Лерой, размен, размен, разурект. Как он ход? Я думаю, что Юл Сиг тоже будет держаться за Лероя прям вот до последнего. Правильно ли это решение? Ну, сомнительно, но, видишь, не хочется. Очень жадно в такие моменты отыгрывают игроки, вспоминая предыдущую партию Докпауна, к примеру. Окей, ну просто, ну а что мы получаем? Удар, удар, обилка лазурная 4.1 и 4.4 на столе. Ну, это очень слабо. Пират. На воскрес, пиратика пройдоха. Будем прибавлять здоровье у нас жрецом когти из Кабала, которого мы своровали нашему сэнсэю, идти в размен сумречного дракона и ниндзя плюс даггер менять 4.5. Ага, вот так решает сыграть. Решает подставиться под кольцом. И оно есть в руках. В руках оно имеется. Ну, кольцо здесь не забирает полностью стол. Ну, одно существо лишь остается. То есть, дело-то в том, что у жреца 29 дней это многовато. А у Роги 6, тихила не предусмотрены, как мы знаем. Слово силы приносит драконщика. Попросили бы мы нашего режиссера изменить название стрима, потому что нас все дальше комментируют Алисами и Борода. Комментаторов уже поменялись. И тут ну, кольцо однозначно. Лебедь, зоркий глаз все увидел прямо. Спустя час. Зоркий, но медленный. Медленный, да. В лицо пошли. Два хп остается. То есть Павел понимает, что ну просто любая тычка просто убьет Рогу, поэтому играет вот так вот сверх агрессивно, вынуждая своего оппонента уходить в трейд самому. А что мы хотим получить стопдека для Павла, кроме губителя? Ну, губитель дает летал. Более вариантов для Павла никакого взрывного урона нет. Он не играет Рагнароса. Да, только губитель. Ну, два губителя в колоде. шанс я бы не сказал, что очень высокий, но он имеется. Но самое главное, что ты вынуждаешь оппонента меняться, плюс он со стола нормально бы не трейдился. Ну, Павлу нужны топдеки. Один губитель и игра заканчивается. В то же время, если этот губитель не приходит, вот это хорошо, да, еще вот этот парень может найти урон. До свидания. 1-0 за Павлом. Даже Мурлоком добьет. Красиво. Мурлоком, да. Воин Синежабрых расправляется с Валирой. Первая победа для действующего чемпиона мира и чемпиона Европы 2017. Хорошая партия от Павла. Пошел играть агрессивно и добился своего. С первого же топдека нашел урон и Улсик пока что позади. Выбывает жрец для Павла и это хороший знак, потому что на данном турнире мы уже несколько раз отмечали, что жрецы играют крайне нестабильно. Остается Воин, Варлок и Разбойник. Для Павла вот у Улсика весь набор. А как тебе открытие с Разбойника для Улсика вообще? Первый пик. Это то, что мы и отмечали. То есть Улсик явно хотел подловить фейсвара. Давайте послушаем интервью. Хорош. Мой фейворит плеер из СМИ. Это на самом деле шаблон. Вот если у вас будут вдруг брать интервью по поводу Хардстоун или любой другой игры, вот просто отвечайте как Павел. Будь как Паша. Well Matt. Но зато честно и откровенно. Так вот, возвращаясь к пику, хотел на роге словить пират-воина, но не получилось. Это хорошее противостояние, но Павел опередил своего оппонента, передумал его и пират-воина. Не забрал. Будет ли оставаться на роге? Да, остается. И вот теперь уже ловит воина от Павла. Ну, безусловно, агрессивный разбойник это не Миркл Рога. Миркл Рога тяжело играет с пират-воином, то есть на Миркл Роге единственный вариант это быстро раскрутить Эдвина Ван Клиффа там 8-8-10-10 или одного из авантюристов, да, и ну, Роге откровенно для победы над пират-воином нужен Голдфиш. А вот Агро Рога шикарно играет с пират-воином, у нее больше вариантов трейда по столу, у нее есть провокации в виде Аргуса, то есть все должно быть неплохо тут для разбойника как такового. Посмотрим сейчас, увидим ли мы победу для Роги или нет. Ну, изначально, конечно же, фаворит именно разбойник. Посмотрим. Павел открывается с Финлей, Финлей приносит хорошую обилку, это верный выстрел. Второй ход будет в виде Секира, далее уже пойдем пиратиков на стол вываливать. Голдфиш в руку для Юлсик. Хороший знак для Павла. Смотрим. У Паши рука не могу сказать, что идеальная, но в принципе первый, второй, третий, четвертый дроп есть. Да, это не лучше. Бывают более агрессивные, быстрые опенинги, но нормально. Бывает намного хуже, скажем. Соглашусь. Соглашусь. То есть это не какие-нибудь там Лерой. Мортал страйки, Лерой и так далее. Сморк, сморк, матчап. И с одной и с другой стороны. И вот тут задумался Юлсик, что же делать? Секира тут напрягает. Самый очевидный ход это безусловно удар там в спину и даггер. Можно вообще надеть обилку и пропустить. она будет убирать Финлян. Разбирается с мелким Мурлоком Юлсик. Ну, самый очевидный ход его и совершает Каркрон. Хороших два топ-дека для действующего чемпиона мира. И вот он, пират Глазастик вылетает на игровой стол. Ну, дерзкая нарочица со статой 5.3 также внушает уважение. Есть возможность разобраться с этим столом для игрока из Гонконга. Но дело в том, что он пока что лишь отбивается. А вот данный концепт Валира это явно не какой-нибудь контроль воин или Реномаг, который может просто контролить стол, отбиваться, отбиваться и потом выиграть в поздней стадии игры. Нет. Ты должен переходить в контратаку. Если ты сам не убьешь пират воина, он убьет себя к шестому и седьмому ходу максимум. Что не переходить в контратаку нужно задавать темп и играть первым номером в этой партии. Но пока мы этого не видим. Ну что, пират глазастик, монета шире возможно даже бэк отдаст. Проблемой для Павла тут могут быть те самые пираты пройдохи. Вот это беда для воина, когда пират пройдоха начинает тягать карты воина. Там и заклинаний хороших на армор много, да и провокации у воина хватает. Синежабрых. Есть такое. Воин Синежабрых плюс пират глазастик расправляется с дерзкой налетчицы. Клинками забираем вражеского глазастика. Ширу пока в руках. Четвертый ход. Ну вот это здоровский топ-дек. Ну три идеальных топ-дека для Павла. Ну я даже не знаю что может быть лучше. Да, здесь нужно конечно ставить жуткого Корсара плюс показывают нам наирею штана удачи который вышли с первого места группа и группе Б и вот ЛВГ который вышел с первого места в группе С. Сегодня мы это видели. Напомню друзья что остается у нас три матча до конца группового этапа. Закончим мы с Александром комментировать его сегодня и посмотрим кто присоединится к ребятам в плей-офф. Завтра у нас еще еще будет четыре игры завтра решающие. Конечно. Завтра у нас четыре решающие игры затем четыре четвертьфинала и послезавтра финальный день два полуфинала и грандфинал. Билетов на Блескон разыгрывается целых четыре. Друзья и идет фейс Павел оставляет 15 дней здоровья Валерия на столе провокация в виде жуткого Корсара в ответ лишь агент ШРУ. Ну как-то не задалось тут у Юлсик вообще не задалось. Как бы мы тут не рассказывали о том, что агрессивная Рога хорошо играет с пират воинами и хотел Юлсик словить именно эту колоду. Словил только по лицу себе словил. Немножечко словил по лицу. на минус 30. Пока на минус 15. Какие варианты мы тут видим, Александр? В два хода закончить эту игру Павел. То есть седьмой ход летал. Можем ли мы тут выиграть? Нет. только через пиратика Прайдоху. Больше вариантов не вижу. Или Аргус. Пират Прайдоха, Аргус, стопдак. Все. То есть вот Аргус и под божественный щит пират Прайдоха, который нам приносит, к примеру, Храбреца Кровалка опытом. Вот так вот. Ну я пытаюсь хоть какие-то варианты там просто. Это слишком теоретически. Если хотя бы у нас был бы в руках пиратик Прайдоха, тогда можно было о чем-то говорить. Тут идет трейд, будет играться Молчаливый Рыцарь, пинки. Самое главное, чтобы для Лсика не было топдека, и это будет легкое для Павла. 29 еди здоровья у горошек. А вот у Валиры с лицом явно проблемы. Кровоподтеки, синяки, отсутствует несколько зубов. Ну и все. С топдеком Мортал Страйка Аргуса мы не боимся, провокации мы не боимся. Это гудгейм Валплейт, как говорится, 2-0. Ну это серьезная заявка уже. Однозначно. Заявочка чемпионская. Такое чувство, что Павел немножко так взбодрился и разозлился по-хорошему. Спортивная злость после первого поражения на зимнем чемпионате. Бросает такие грозные прям взоры на своего оппонента. Мечет искры. Разбойник и Рено Чернокнижник для Павла у Елсика полный лайнап лишь пират-воин под замком. Что далее будет выбирать Павел? Нарогу или Варлока? Жрец мне тут не нравится точно. Мне тут пожалуй даже нравится Шаман. Хотя Шаман опять же против Варлока это не стопроцентный мачап, но там довольно тяжелый Шаман, который может этого Варлока выбить. Ну или берем стопроцентную игру это Фриз. Фриз точно классно играет и с Рогой и с Варлоком. Камнем преткновения тут может вполне стать вот этот Разбойник, потому что в отличие от своего чудо-брата, вернее чудо-сестры, агроразбойник не так хорошо играет с Рено Варлоком. Ну что, увидим мы Фриз Мага? Ну посмотрим как видится вот эту вот стадию турнирную в виде пиков с Гонконгом. Можно пытаться забирать самый плохой матчап это Жрец. Жрец тяжело играет с Рено Варлоком, Жрец тяжело играет с Миркл Разбойником, но опять же и там и там он может просто задавить ранним темпом. Но нет, наоборот, забираем самую так Павел выбирает снова Воина Ошибка Ошибка от Павла Интересно как Ну на онлайн капе он бы получил А как на это будут На онлайн капе счет достал 2-1 100% Будь это ну я думаю что все игроки которые я вижу у нас в чате присутствуют большое количество турнирных игроков это сразу 2-1 Ну смотри сейчас сейчас я думаю что Павлу все-таки сделают поблажку и дадут ну просто переигровку с другой стороны это тонкий момент Павел неосознанно но получил какую-то информацию о том что его оппонент берет сейчас фризмага Обычно в такие моменты ты получаешь техническое поражение или твой оппонент выбирает с какой колоды ты будешь открываться то есть ну это подобный прецедент был уже насколько я помню как раз в рамках официального да и Blizzard к этому относится лояльнее просто да давали переигровку хотя ну момент не очень такой приятный скажем откровенно но 100% Павел я думаю не имел тут какого-то злого умысла соглашусь с вами Александр ну посмотрим посмотрим как это будет как говорится палец соскочил но вот я не помню что Blizzard давали кому-то техническое упражнение вот даже была ситуация у нас на героях таверн что у одного из игроков на столе было явное преимущество то есть там играл Рено Варлок с 30 хп против Фейс Перотвара у которого было хп 15 там было даже не так ты про таверну сейчас говоришь там было не так там в руке было летал но в руке не на столе происходит вылет игрок скринит ну всю эту ситуацию ну и показывает вот так так и так у меня летал но в руке и назначает переигровку мотивируя это тем что только когда у тебя летал со стола тогда засчитывается победа одному из игроков в противном случае ну на самом деле это нелепо потому что ну аргументация что мол ну ты можешь там у тебя палец может соскочить там не знаю ну не выбросить это заклинание там из руки или что-то разыграть какую-то карту но было такое 2-0 да Blizzard все-таки продолжают лояльно относиться к подобным мисплеям ну или возможно Yulcic простил такую ошибку чемпиону мира скажем откровенно скажем откровенно от Yulcic тут вообще ничего не зависит он даже захотев ну никак не может на это повлиять ну возможно хотя он может ну встать просто разорвать на себе этот спортивный костюм ну обычно просто ударить кулаком по столу если мы берем вот например другие турниры вот на том же StarLadder и так далее на DreamHack как то же самое правило все зависит от твоего оппонента если твой оппонент захочет то ты получаешь техническое поражение если он дает тебе возможность переиграть то ты переигрываешь я не знаю как это происходит в Wizard я не знаю как это происходит на данном чемпионате мы можем только гадать ну как мы видим игроки были на наших глазах то есть к ним никто не подходил ни о чем то есть им наверняка в наушниках что-то говорят но вполне возможно спектатор просто написал в Battle.net может быть может быть и ULSEG там ответил ну как бы то ни было друзья все все проехали 2-0 впереди Павел третья партия Renault Warlock против Frizz Maga вот игрока из Гонконга Вестник Рока как мы видим уже стоит на столе будет добор карт со стороны ULSEG Чародей приносит своего Вестника ну Frizz шикарно играет с Renault Warlock у Renault Warlock есть только один шанс выиграть это задавить ранними существами добрый день горный самой правой картой дракон самая левая карта и интересный момент а как иначе-то играть интересный момент от Павла вообще принято в этом противостоянии да и вообще за Renault Warlock в контрольных противостояниях играть дракон затем тап и горный но тут судя по всему жизнеотводы Паша прожимать не хочет потому что монокривая вырисовывается неплохая да Сильвана это карта мертвая но вот Таурисан и дракон выглядят хорошо почему Сильвана мертвая карта потому что Вестник Рока огненный шар и весь твой стол погибает потому что тебе дарят этого Вестника Рока ну вот теперь второй Вестник Рока очутился на столе и Сильвану вполне можно отыгрывать монетка и вот он разрушитель чарногорного великана забирает у нас Вестника Рока просто великолепно отыгрывается Немота сейчас да причем абсолютно правильное решение вот можно часто заметить что игроки Салят Вестника да Салят Вестника но это под того же Рагнароса выглядит не так хорошо Собиратель Сокровищ появляется на столе Император Таурисан и забираем Собирателя Сокровищ оставлять Император Таурисана Рено Варлоку это такая себе затея вот интересная манера Павла он постоянно постоянно пытается прочитать какие-то эмоции на лицах своих оппонентов это не первый раз уже практически на каждом лан турнире где игроки сидят друг напротив друга Павел вот прям молнии метает взглядом и так действует далеко я бы сказал даже кто так еще отыгрывает я не вспомню ни одного игрока который прям сидит и каждый раз прям читает пытается прочесть что-то в лице своего оппонента я его тоже не помню но у Павла прям это ну фирменная история ну наверное один еще из немногих игроков на моей памяти который часто обращается к своему оппоненту но тут скорее в позитивной манере это станцифка он за хорошие заходы всегда показывает большой палец вверх улыбается станцифка в принципе наверное самый позитивный игрок да такой добродушный парень да может конечно в отражении очков что-то пытается увидеть но стрим снайп через очки да это старая шутка вот так вот неплохо как будем расправляться с императором а весь не игрока на руках можно его сейчас реализовать но я думаю что все-таки хотя подожди через инженера новичка решил играть не сыграл через два факела варианта нет теперь убить очень странное решение ну хорошо вытягивание очень странное решение от Юл Сиг согласен я даже не заметил что он поставил инженера новичка я был уверен что сейчас будет сыгран как бы факел-факел жизнеотвод вытягивание император Таури Сан стоит второй ход за 4 мана сейчас бы поставить Брана и Дракона нет не надо жутко выглядит да уж интересный интересный ход у Дио Сиг и вот не первый уже на этом турнире да отмечали мы это ну свое видение игрока из Гонконга на то как нужно отыгрывать на фризмаге возможно он не опасается императора Таури Сана считает это не опасной картой просто когда есть вариант железно забрать этот легендарный пятый дроп ты пытаешься что-то найти что пытался найти из колоды Дио Сиг огненный шар ну да шанс неплохой две карты из 14 тогда здесь уже Таури Сан погиб но я думаю что Павел абсолютно не расстроился Бран Пэдлер Дракон поехали так забираем Хинли ищу Мармараб тут Лик Тлена Лик Тлена улетает в Собирателя Сокровищ затем выходит Дракон Дракона 4.19 заказывали а вот и я говорит Дракон привет а вот и фаербол только уже поздно 4.19 как-то не убить мне кажется тем более что вышли уже два Вестника Рока а друзья конечно же шестой дроп шестой дроп статы 5.5 прошу прощения оговорился но что делать Юл Сиг то теперь Близзард Акалит Морозим Столки вот расстраивает эта игра то есть не с точки зрения того что то есть безусловно мы рады что выиграют Павел но расстраивает эта игра как-то ну вот даже нету ощущения борьбы нету интриги Паша просто укатывает Юл Сика я бы даже сказал что если сравнивать это с предыдущей игрой которая закончилась 0.4 там интрига была нельзя сказать что вот Док Паун просто залью 4 катки Док Паун в каждой игре там были шансы а тут ну прям Юл Сик расстраивает своей игрой ну окей Паша справедливо пока что ведет главное довести это дело до конца безусловно как будем действовать в этой ситуации хотелось бы хотелось бы забрать вышли вестники вышли вестники рока ну сервана можно как-то получше реализовать одна лишняя карта не знаю тем более фриз первый на фатиг выходит хотя вряд ли на фатига тут продлится эта партия ну будем посмотреть как говорится император Таварисан и Фростнова удешевляем ну вот теперь сыграть Сильвана ПО это да это еще немножко удешевить свою руку почему бы и нет Рено да ну что последний жизни отвод им пора менять как раз 9 карт в руках на фатиг ты не боишься первым выйти то есть даже через жизни отвод ты позади нет в начале Финли и возвращаем обилку Варлок просто комба на миллион и тогда нужно ТАП вернуть еще раз ТАП Сильно Сильно Хорошо что тут нет Армарапа повезло Павлу его нужно найти со второй попытки но сейчас все равно что ты выберешь ты это потеряешь вот он Армарап хорошо давай жизни отвод жизнь отвод жизнь отвод не ну конечно же нужно поднять щит забирать просто смерть фризмага даже через шедоу флейм больше ценят в камбум нежели воровство Таурисана такую же нельзя вернуть пишут в чате Михаил что вы можете сказать по этому поводу конечно нельзя друзья нельзя нет уже брана на столе нет кстати странно что пишут такую же нельзя вернуть в принципе ну по идее должны писать боже что он несет как шутки дядя Паша дядя Паша да хорош ну what to do what to do знаешь вот была когда-то такая программа вот я не знаю или она еще идет называлась разрушители мифов очень известная много было да конечно вот юлсик он разрушитель мифов насчет плюсовых матчапов вот фризмаг против Рену Лока считаешь это плюсовый матчап для фризмага ну да разрушители мифов юлсик нет не плюсовый ну посмотрим тут еще набирается урона тут по чуть-чуть стол мы не хотим морозить окей зачем морозить стол что по урону огненный шар огненная стрела плюс копье но этого пока недостаточно тем более учитывая даже коболь поднять даже если приходит коболь это 8 плюс 5 13 плюс 6 19 но немножко не хватает чуть-чуть чуть-чуть ну и юлсик не сдается не унывает есть ледяная глыба в руках прям пугает смотри пугает павла перебирает карты говорит убью тебя а вот и зараженный кобольт ну хорошо вот если закрыть руку варлока какие шансы для победы на победу для фризмага следующий ход сыграть алекс йола фейс там нету рено нету хила и мы убиваем его на следующий ход то есть даже он армарапается у него 17 мы его убиваем ну наверное но пока что выжидаем снежная буря плюс айсблок пингуем снимаем единицу брони казакуса бы найти все-таки хотелось павлу но казакуса еще нет есть комбана 20 электлена собственного финны ищем ищем казакус или или казакус идеально я думаю десятку пятерку можно прямо сейчас сыграть ты спешишь куда-то тоже правда ну так 7 армора так 10 армора хотя формально так 9 армора потому что армора ну да ты на следующем ходу сможешь а разница между 9 и 10 армора всего в 1 ну да во первых у тебя больше опций получается на пятерка поинтереснее в данной ситуации ну и как-то грустно немножко даже за этим наблюдать это все это все и результат два факела в таурисан несыгранных да конечно конечно же приходит зажженный факел но это уже не помещается по мане это 11 чтобы сыграть всю руку при всем желании ну я думаю что будет он пробовать как-то огненный шар прокидывать пинговать прямо сейчас что тебе дает летал на следующий ход ты не получишь это нужно делать только после экстраза надеется что в руках нету рено нету никакого армора хорошо какая колода для павла остается если он сейчас выигрывает это миркл разбойник миркл разбойник проигрывает фризмаг правильно без вариантов миркл разбойник проигрывает агроразбойнику ну с вариантами но чаще проигрывает то есть фризмаг прям совсем тяжело с агророгой тоже тяжело но шансы еще имеются пират воин у нас сыграет он уже выбыл пират воин у нас под замком рено ой простите не рено а медренш шаман у медренш шамана нету деволюции в принципе можем сыграть а нету медренш шамана есть деволюция одну колоду посмотрел то есть тяжело играем и дракон жрец и дракона жрец которая если славит хорош старт тоже можем тяжело сыграть ну ты знаешь все одна из четырех мне кажется для миракл рога это миракл рога которая может на первый ход сыграть монета монета преп ванклиф даже без таких монстр заходов мне кажется что Павел заберет одну партейку но посмотрим не будем загадывать шансы у усик остается но не с тем как он отыгрывает в этом главная проблема причем если вспоминать какие-то предыдущие турниры на которых мы могли наблюдать за игрой он был абсолютно таким же если помнишь в финале против Хэнсом Гая вообще вот ровно такой же а после этого он приехал на Близкон и он играл нормально на Близкон вот сразу видно что Близкон тайной турнир вот вспомни Хат Мяут кстати отличный пример он тоже играл нормально до поры до времени ну вот никто не верил в Хат Мяут но подготовка подготовка к Близкон была проделана абсолютно всеми я думаю что там спарринг матчей было наиграно больше сотни на каждом 100% то есть ребята ну старались ребята потели а вот к этому турниру мне кажется что Йоусик просто подошел не в лучшей форме или морально не собрался морально не подготовился ну не знаю ну печально смотреть пока что на игру игрока из Гонконга причем вот второй Бастов 7 и второй Бастов 7 спорных моментов спорных решений причем начиная от выбора колод заканчивая как он играет какие решения принимает какие их существ оставляет ну прям тьма ну что был сыгран под Тауносом зажженный факел пинг приносит при смерти Тауноса 2 С-блок но как-то чернокнижник не чувствую 28 единиц здоровья плюс 5 брони сверху еще обилочка правильная дело техники что называется Рено в руке комба есть ну добивает потихоньку в общем Павел своего оппонента первый айсблок сорван еще плюс 2 единички брони Александр да Михаил а как вам вот знаете о чем я сейчас подумал то есть это игра но она уже понятна думаю что можем уже смело переходить к последней возможно на сегодня четвертой Павел противил Сика как вам вообще бан Ренумага у нас в лайнапе Драгонприст да для Фризмага неприятно для Лока неприятно и для Агророга неприятно но не это и правда самая худшая колода которая есть у нас ну мы вообще обсуждали эту тему с Ренумагами многие считают что в принципе на этом турнире это не лучший выбор колоды для современной турнирной меты хотя многие привезли своих на первый взгляд Ренумаг ну то есть да он нам убивает три колоды из четырех но это жадный Ренумаг это Ренумаг с солей и перобластом мы его если слоем на Драгонпристе мы с ним разберемся без особых проблем в то же время мы сегодня видели как этот Ренумаг проигрывал Павлу игру против Ренолока Ренумаг это колода которая не отличается стабильностью уж точно это далеко не самый популярный выбор на современных турнирах а в современной турнирной мете но все же Юсик именно Ренумаг почему-то побоялся хорошо если у вас был бы выбор вас поставить на место игрок из Гонконга какую вы бы кауду отправляли в бан у Павла давайте откроем весь лайнап что у нас есть у нас есть Ренумаг если мы Ренумаг не трогаем есть Ренолок против Ренолока мы хорошо играем фризом это Комбо Ренолок мы должны его убивать перед Варом в случае если он остается ну вот опять ну не вяжется мне Ренумаг у нас Мидран Шаман у нас Дракона Жрец то есть у нас две колоды хорошо играют с Ренумагом возможно возможно даже убирать ну на удивление но что-то наподобие Дракона Жреца ну Дракона Жреца ну совсем уж как-то не выглядит это не знаю или Дракона Жреца Пират Воина тоже мы не хотим убирать потому что с Пират Воином ну якобы мы должны неплохо играть якобы не ну Пират Воина точно нет ну или Дракона Жреца или Ренова Орлока ну не знаю Ренова Орлока соглашусь может быть Жреца ну Жрец на этом турнире не показывает себя как сверхсильная колода Ренумаг тоже не показывает себя как сверхсильная колода ну то есть ну в любом случае это вот все такие уже моменты теории то есть если отталкиваться конечно от сухой от сухих цифр то Ренумаг для нас хуже всех но Ренумаг Павлу сегодня в принципе и и проиграл Бест оф 7 предыдущая но это все как говорится лирика Павел уверенно ведется счетом 3-0 остается одна победа для того чтобы держать верх в серии и последняя колода это Миракл разбойник одна из четырех Уилсик полный лайнап а именно Дракон Жрец Медрен Шаман Фризмак и Агророга что выбираем первое Агророгу прям Мирорчик ловим Агрессия против Чуда или просто не знаю Фриза чтобы хотя бы одну забрать а там уже по ситуации ну тут кто кто как больше нравится кто-то будет открываться самая сильная колода то есть это Фриз кто-то будет открываться самая спорная колода это Дракон Жрец но против Миракл Роги тут Дракон Жрец самый слабый ну выглядит самый слабый Агророга Фризмак и Мидрэнж Шамана с Инволюцией с Рогой явно играют лучше чем Дракон наверное все-таки останется на Фризе у Павла вариантов нет он должен просто собраться и затащить одну партию все-таки Рогу на Рогу берет вот так вот ну и смотрим варианты для Павла тут определенно есть это не мертвое противостояние да противостояние очень сложное я бы даже сказал чертовски сложное но шансы есть что интересно хочу отметить по колоде Павла не убрал он Шаку Шаку есть в его сборке также тут есть целых две фальшивых монетки помимо этого один яд талнос два веера а также Барнс при этом Лерой в колоде остался Лерой из колоды не убрал как некоторые игроки которые решили выбрать Барнса в свою колоду ну совсем без рывков на Мираклороге играть как-то ну вот есть у нас колоды есть такие сборки у Штана пиратик у него матрос Южных Морей без Лерой да 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 и Лерой ну такое такое изменение скажем так мне нравится это именно под Барнса то есть чтобы Барнс не перетаскивал Лерой то есть такой в формате Штан не играет Барнса насколько я помню я имею ввиду о том что Лероев у нас убирают ну понятно именно под Барнса для того чтобы он тебе не приходил с топдеков да у Штана точно нету Барнса интересное изменение у Павла вот к чему я веду тут нету тех самых первых дропов нету пиратиков вообще нет ни одного пирата пройдохи нету глазастика то есть стартовая игра слабее соответственно с такой стартовой игрой тебе будет играть на порядок сложнее против агроразбойника причем Павел не одинок в таком выборе на этом турнире тот же Фроузен похожий концепт Мираклороги более олдскульный скажем так выбрал ну посмотрим выставляет молчаливого рыцаря Йелсик третий дроп со статой 2-2 в божественном щите тут просто удар смены клинков от Павла выжидательная позиция у Павла есть интересный вариант хода через два удара в спину Иван Клиффа или того же авантюриста это можно будет реализовать прямо сейчас к примеру им забирать абсолютно весь стол глазастик плюс хладнокровие и потопили в лицо конечно молчаливый рыцарь на первый взгляд представляет какую-то сильную угрозу но он два бэка расправляется с этим достаточно легко Иван Клифф ну и что с первой хороший хороший с первой же партии Голдфиш для Павла шикарное продолжение четвертый дроп Барнс пятый дроп Лазурный на шестой уже ушастый Гоблин ждет если еще зайдет наподобие консила что-нибудь то разбойник от ULC с этим справиться не сможет нет ответа на Ван Клифф никакого ничего не может противопоставить этому золотому парню со статами 6-6 кстати важная информация еще там Михаил попробуйте прочитать никнейм игрока из Гонконга наоборот анаграмма если не ошибаюсь это называется кислый вот свой-то парень оказывается да кстати неплохо неплохо тут появляется у нас Мурлок полководец эпический Мурлок и разминивает его Павел у нас даже нет возможности забрать Ван Клифф если мы ставим агента ШРУ и возвращаем его в руку то вернется он только за один соответственно на клинке у нас просто нету маны консилл консилл ну все на этом в два хода да Каблина аукционист я думаю что даже а вот кстати вопрос что мы больше хотим увидеть на столе я даже думаю что Лазурный остается а Ван Клифф 6-3 погибает потому что веер во-первых больше хп во-вторых сохраняем силу магии мне кажется что в данной ситуации 4-4 Лазурный сильнее чем 6-3 Ван Клифф хотя с другой стороны мы хотим аграрога убить первый там может вылететь какой-то burst damage ну прям призадумался Павел на самом деле как не играй все хорошо мне тоже кажется что лучше отдать Ван Клифф сначала решает разыграть Барнс не пиладжер что придет это гоблин вот так вот ну тогда всем лицо и сразу замаскировать ну что друзья приятные новости для всех любителей русскоязычного хардстоуна для тех кто болеет или поставил свои паки на действующего чемпиона мира Павла шикарно плюс пак плюс пак изи пак в кармане ну и Павлу друзья предстоит путь сложнее чем штану и наирея которые уже заработали по две победы и отдыхают Павлу еще нужно сыграть третье бастов 7 его предварительно выиграть еще и возможно попасть на одного из своих друзей по хардстоуну невозможно там 100% если он уходит со второго места он точно попадает наирею штана там без вариантов а может c и d все-таки но это невозможно там или acbd или adbc ну по-другому не бывает как и и